Морская капуста Морская капуста Морская капуста Морская капуста Морская капуста Морская капуста Зелень, в принципе, можно брать любую, да, для этого салата. Ну, не базилик, наверное, только, потому что он такой очень специфический. А здесь и кинза, ну, и укропчик, в принципе. Укроп, а вообще еще многие азиатские блюда с кинзой, да, делаются, поэтому можно... Кинза, петрушка. Кинза, петрушка. Можно на этом остановиться. Чеснок и пряности для таких блюд как нельзя кстати, потому что, конечно же, у ламинарии есть специфический запах морских водорослей, рыбный запах, и, конечно, его хочется немножечко перебить и заглушить, поэтому лимоны, чеснок, травы, желательно свежие, все это будет как нельзя кстати для подобного рода салатов. В принципе, перепелиное яйцо, оно, наверное, в двух видах, только либо целое, либо половинка. Ну да, его уже меньше не хочется резать, потому что оно создает, в принципе, блюду, эстетику какую-то. Красиво будет. В процессе приготовления рекомендуется водоросли подсолить в процессе варки. Можно это, конечно, сделать и потом, но учитывая, сколько воды они впитывают в себя, чтобы этот процесс все-таки был такой вот постепенный, чтобы соль была не сверху, а внутри, поэтому лучше солить в тот момент, когда она варится. И дальше собираем, да? Да, мы просто все миксуем и заправляем маслом. Почему именно собственного приготовления ламинария более полезно? Это потому, что в готовой, в консервированной много сахара, уксуса. Ну, вообще всякие добавки для того, чтобы она дольше хранилась. Здесь мы сделали себе порцию салата, столько, сколько нам нужно, съели без консервантов, без лишнего сахара и получили только полезные свойства, полезные вещества из нее. А получается, что в сухом виде она хранится очень долго, эта водоросль. Ну и, в принципе, можно делать компоновки такие, как нам нравятся, а не такие, которые предложили производители консервов. Масло также можно любое, да? Да. В нашем случае оливковое. Можно добавить лимонный сок, чтобы тоже придать определенную кислинку. Этот салат делать очень легко, а пользы от него ощутимо много. К тому же практически отсутствуют калории, их минимум при такой пищевой ценности. И при всей своей насыщенности это все-таки низкокалорийное блюдо. В общем, одни сплошные плюсы. Да. Субтитры сделал DimaTorzok